Вроде бы так. Вроде бы так. Привет, ребятки. Привет. Как обычно, извиняюсь за долгое отсутствие. Здорово, Никита, Силич, Данди. Привет, Ютубу. Тайгер сегодня первый, нифига себе. Асселбек, привет. Спасибо большое. В общем, начнем сегодня с Клиффхенджера на геймбой. Из 8-битных скалолазов это последняя версия, с которой мне осталось разобраться. Не будем откладывать в долгий ящик. Попробую разобраться со скалолазом на геймбое. Но это самая сложная версия. Я считаю, это самая сложная версия. Бендер, привет. Спасибо. Почти внезапно. Здорово, Сейнт. Ну, когда-то это должно было случиться. Так, надеюсь, по звуку все нормально. Доставок здесь тоже никаких нет, как и в других версиях. Поэтому, в принципе, можно сразу начинать. Самолет с сокровищами перевозил 100 миллионов долларов в Сан-Франциско. Виталя, привет. Свой террорист Хвалин и его банда подопечных охотились за этим самолетом, сели ему на хвост, если можно так сказать. Браверс, один из подставных агентов, приготовился транспортировать деньги между самолетами. Прекрасно звучит, хорошо. Уже радует. Ну, я вроде настройки не трогал со времени последнего стрима. Но агент ФБР, находящийся на самолете с сокровищами, подстрелил самолет Хвалина и нарушил им управление. Самолет упал где-то на вершине гор, на вершине гор Рокки, но террористам удалось выжить. Ой, Тетрис Ван, Серега, привет, привет, ребята. Спасибо, Тетрис Ван, спасибо. Они еще и отправили фейковое сообщение о том, что потерпели бедствие на ближайшую локальную станцию Рейнджера. Гейб и Холл, два ветерана, два скалолаза откликнулись на этот призыв и отправились на поиски тех, кто подал сигнал. Джаст Робот, здорово. В общем, ребята, уникальное явление. Версия скалолаза на геймбой. Я очень сомневаюсь, что ее кто-то играл, как я делал. Попробую стать первым. Как любит говорить Женя Богацкий, поставлю ВР в этой игре. Ну, такая логика. Если никто не проходил, значит, по идее, ты как бы первый будешь. Ну, вот эти неприятные прыжки сразу. Хоррор? Ну, я не знаю, сын. В принципе, есть. Есть доля правды в твоих словах. В общем, музыка такая зловещая играет. Все хочет нас убить. Карпуши всякие. Собаки или волку. Ботинки взял отлично. Еще одна карпуша. Спасибо, Серега. Попробуем. Я сам хочу сегодня хочу приблизиться к заветным 300 играм. Но для этого придется постараться. И уже сразу первое испытание. Самый сложный скалолаз по меркам восьми плип. Очень маленькое ограничение экрана здесь. Это все-таки портативка, геймбой. Ну и плюс еще черно-белые цвета тоже могут. Мне кажется, пару мест затроллить. Спасибо, Бэндр. Спасибо. Витя, привет. Если что, Витя, если после скалолаза посидишь еще на стриме, мы сыграем тебе подарок в стриме. На ГБ есть, да. Причем, я считаю, это самая сложная версия. Что ты, Карпуша? Сейчас, кстати, чуть... Чуть на шипы не попал два раза. Да, ограничение экрана, конечно, здесь ужас просто. Ладно, пойду к поверху, хотя там вроде было внизу еще сходить. Вообще, как посмотрю, внизу вроде ничего интересного нет. Вторую финалку прохожу. Мне, Виталий, один стрим осталось по ней сделать. По второй финалке. Но... У меня сейчас вот это вот упирается в счетчик. Вот эти моменты. О, там мешечек лежит. Маленький мешок. Мешечек. Я люблю говорить. Карликовая елка какая-то была. Здорово, ребятки. Здорово. Рад видеть. Хотя, те, кто смотрел Бенеча, видел, что я на братве у него выступал в субботу. Так, первое стрёмное место. Тут залазить надо аккуратненько. Потому что тут булыжники не попадают. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Кошмак. Ой, просто уничтожает. Наверное, для спидрана одно из самых сложных мест. Вот этот подъем. Здесь надо залазить так, чтобы тебя вообще ничего не задамажило. Иначе будет скидывать вниз. Их же ещё не видно. Они так быстро вылетают из-за экрана. Экран весь трясётся. На геймбойта тоже перенесли. Ой, прыжок Веры. Ты до скольки? Я не знаю, Витя. Будет зависеть от того, насколько мне... Насколько сегодня хорошо будут игры покоряться. Это ключевой фактор. Может быть, стрим короткий будет. Может быть, я быстро справлюсь. Но пока не знаю. Мне в сад за детьми идти скоро? Ну, успеешь, Витя. Я думаю, успеешь. Квалин говорит. Мы только что потеряли 100 миллионов долларов. Помогите нам найти их. Иначе вы пожалеете. Да, я продлил испытания, потому что долго отсутствовал. Посмотрите на эту карту. Вот вам устройство поиска. А теперь идите и найдите мои деньги. Антон, привет. Прикольная игра. Сравним. Чем не похоже. Классно. Затащил у Беннача. Тоже смотрел, да, Антон? Спасибо, кому понравилось. Спасибо, ребята. Я вообще удивлен, что Веритекс получилось без смертей пройти. Гейба удалось бежать от Квалин и его подопечных. Но наш напарник остался у них в заложниках. Теперь нам в любом случае нужно разыскать деньги быстрее, чем это сделает Квалин и его подопечный, чтобы был шанс обменяться на Хала, если что, на напарника. Ганслингер, здорово, земляк, привет. Давненько тебя у себя не видел. Ну, учитывая, как я стримлю... Учитывая, как я стримлю, вообще удивительно, что некоторые ребята до сих пор доходят. Ой, сейчас повезло, что не скинул меня. Да, хотелось бы разобраться, конечно, с этой... С этой версией. Вообще, надо закрывать уже скалолазов на 8 бит. Они не выходили в другом регионе и... Если я разберусь с этим скалолазом, это последнее, что мне останется сделать. Ой, и прыжок первый. Привет, Веритек действительно был интерес... О, нифига себе, Ампол. Тоже наблюдал за стримом Беннича. Вообще, 16 бит это крутое событие. Хотя есть ребята, которым 8 бит больше нравится. Ну, на 16 бит, конечно, поинтереснее посмотреть игры. Такие консоль... Не такая заезженная. И действительно, я кое-что для себя приметил, как обычно. Может быть, после 300-й игры, после Хаганэ, обязательно пройдут что-нибудь. Мне понравилось, как Артхаус прошел. Бэтмен Ретунц. Эту игру мне Гектор реквестил. Я, наверное, буду у Артхауса поглядывать, как он проходил. Что, достаточно ловко пронес. Хоть игра и подлая. Пока неплохо отбиваются. Да, Антон, есть желание, посравнивай. Да что ты кидаешь меня? Да смотри, что творит, а. А, ну ладно, это конец уровня. Некоторых врагов приходится убивать, иначе просто тупо экран дальше не пустит. Так что, по сути, это в каком-то плане битэмап даже, можно сказать. Сейчас бежала животинка, непонятно кто был там. Боксы кривоваты. В принципе, играть вроде можно. Сейчас нормально справился. Я слайн прошел, который ты дарил. Я видел, Витя. Я видел, что ты играл слайн. Back from hell. Ну, а почему ты подписал, что это от Масады был подарок? В принципе, не против, хочешь, можешь его оставить. Но это, по-моему, первая игра была, которую ты у меня выиграл на стриме. Интересно, что тебе сегодня выпадет. Так, пошли вообще отвратительные места. Я даже не вижу, куда мне прыгать. Я даже не могу понять, куда прыгать. А еще прикол в этой игре, что нельзя на месте долго стоять, иначе... Скалолаз схватит обморожение и просто умрет. Так, ладно, фестблат все-таки не допрыгнул. Там, наверное, как-то по верху можно пройти. Самый дикий скалолаз был на Sega CD. Там пол его клево тащил. Ну, Sega CD у меня еще предстоит. Sega CD разборки еще предстоят нешуточные. Так, вот сейчас я наверх пошел. Zorg, спасибо большое, что переподписался на канал в очередной раз. О, перед тобой, наверное, больше всего неудобно, потому что... Неплатно поддерживаешь мой канал. Я не то, что реквесты твои не прохожу. Даже... Даже в эфирах, в принципе, редко бывает. Но в любом случае, Zorg, спасибо, что... Не разочаровался до сих пор. Ой, ну какие тут... Вот здесь я упал в прошлый раз. Блин, сердечко замирает. Это еще не все. Еще не все. Еще надо прыгнуть. Ой-ой-ой, нифига бы лыжники. Зацепился. Еще один мешечек. Посмотрел в записи, как-то затащил на БТ. Отлично справился. Спасибо, Gunsling. Спасибо. Ну, я говорю, я сам не ожидал, что... Могу пройти в Эритекс без смертей. У меня это откровение стало. Я потом пересмотрел один раз эту запись. И... Увидел два места, где легко мог погибнуть, даже находясь в защите. Так, первый Басинский вроде. Он просто ногой в меня залазит, и мне урона нет. Потому что я как-то кулаком быстрее успеваю его отбивать. Я купил видеокарту. Разочарование чуток отложил. Подожди, Зорка, а что случилось? Брак подсунули или надежда не оправдала? Так, первый босс есть. Отлично. Амко, если ты здесь, можешь поделиться впечатлениями от скалолаза на Sega CD? Антон правильно пишет? Ты проходил же его. Масада, да, подарил тоже. И мне уже по-любому нужно было его играть. Ну, ничего страшного, ведь... Просто... Просто обратил внимание, что ты Масаду подписывал. О, Миха, здорово. Привет, Микыч. Ну, пока не знаю, пока трудно идется. Уже один раз упал в яму. Но там, правда, прыжок был один из самых отвратительных. Надо было просто попиксельно попадать. Спасибо, Миха, с наступающим тоже. Вообще, до Нового года-то уже не так много времени остается. Так, Гейб тем временем нашел укрытие. Отправились с первым террористом, нашли укрытие. Учтение. Куча всякого оружия. Вообще, вот эта локация одна из самых приятных. Здесь столько нищтяков разбросано. Ножик с камнем. Еще и жизнь-ка есть. Единственное место в игре, где можно жизнь подобрать. Так, ну ладно, проживаемся. Ой. Да не, я про разочарование в канале. Ага. Но я думаю, 300-ю игру успеем в этом году заценить. Так, Гейб отправил сигнал помощи Джесси. Но пока ответа не получил, походу. Так, ладно, жизнь-ку восстановил, уже немножко поприятнее. А, я как-то перед ним прям упал. Кстати, появляется два охотника на экране, и Геймбой начинает притормаживать. Так неплохо. Что-то все пинаются, что такие злые-то. Ну, что-то вообще уничтожили. Пошел вон отсюда. Мешок денег, замечательный. Да, что-то хп вообще не осталось, нифига. Я там посмотрел на БТ, все уложились, никому... Да, я поглядывал рывками. Но тех, кого я смотрел, тоже могу сказать, что уложились нормально, никто не... Никто время не просил. Но Джем, как обычно, лично закрыл. Да что-то все пинают. Вообще просто все убивают. Не пришлось... О, ножик достал отлично. Витя, ну у вас вообще самая отличная игра была. Так, а что у меня еще из арсенала есть? Динамит, ножик... Динамит, ножик и пистолет. Я отлично охотника сбил. Лечиться, не лечиться, я не помню, есть тут босса или нету босса. Ладно, попробую так. Попробую так, да. Харас заколебал, врубил Тейлсом фантазия. Все равно до ночи будет сидеть, потом гляну. Смотри, Сейн, кучишь Хараса поглядываю. Офига себе, Харас Джи РПГ запустил, серьезно? Кто ему такой реквест подкинул? Я, конечно, ничего против не имею, но это как-то странно. А, вот там можно было упасть, ничего страшного, ну ладно. На, по мордасам, мульти, привет. Сегодня, как обычно, начал скромно с геймбоя. Что-то в последнее время нехило я так взялся за эту прототипку. В случае успеха скалолазом это будет... Так, вот тут что-то вообще непонятно. Можно падать, нельзя. Да, я все равно упусти его. Каким мастер, привет. Умирать-то нежелательно, потому что оружие все пропадет. А ведяха пока... Нифига я его задоджил просто. Ладно, жив остался, отлично. Босс был, оказывается, только чуть попозже. Че-то я отвлекся, не успел прочитать. Ведяха пока только радует. Взял VR, еще раз прохожу, Алекс обмазываюсь графонием на максималках. Круто, зор, круто. Ну, пока... Пока я не стримлю, тебе есть чем заняться. У меня развлечение нормальное такое. Для меня это пока темный лес. Все эти VR, вот этот весок, вот там. Пока я не планирую. Понадобилось 3 стрима, заранее игру не тренировал. Битэмап, как на мегадрайве. Сноуборд очень сложно, заучить надо. Ты... Уже не страдал. А-а-а! Все собрал. Ну ладно, здесь хотя бы не сильно далеко надо было подвигаться. И хитбоксы, правильно понимать, еще сзади лавина догоняют. Понял, лампо. Короче... Восьмибитные скалолазы, это еще цветочки, это еще разминка. Гораздо веселее будет на 16-ти битах. Я тебя услышал. Ай, ну все кусают просто. О, лодраннер, здорово. Спасибо. Лодраннер тоже давненько не виделись. Допрыгнул до какого-то уступа. Блин, игра держит в напряжении. Особенно после того случая, когда я умер один раз. Мне прям вообще аккуратно подвигаться. Гаррет, привет. Куда был? Да уйди нафиг, мышь. Просто с ноги прописал. Одобряю, Алекс. А у тебя есть, да, мульти? У тебя же есть тоже вот эти вот очки VR. Он еще и по всей серии собрался пройти, но это ему до пенсии хватит. О, заскочил на верхний уступ, отлично. Перчатки подобрал, замечательно. Так, вот там вижу, вижу. VampireFox, привет. Блин, ребята, искренне рад каждого видеть. Все, кто отписывается в чате, значит живы-здоровы, уже торожи. Да некогда было, никуда не заходил вообще. Я про что и говорю, Лудранер. Я к ребятам, кому заходил, тебя точно там нигде не видел. Ну, с возвращением на стриму в таком случае. Надеюсь, не разочарую. С уверенностью могу сказать, опыт VR в игре такого качества, это полный крышеснос. Никакой монитор не передает, даже одну десятую погружение. Ну, я понял, Зоб, я понял. Пока сколько раз ты упоминал про эти очки, ни разу не отзывался там. Ну, нелицеприятно, да, там, что что-то не понравилось. Надеюсь, кроме Аликса сможешь найти еще какие-нибудь игры достойные. Ты мне писал еще про какую-то игру, в которой неплохо так. Так, босс, отойди. Как долго скалолаз оружие меняет, стреляет, надо поаккуратнее. Этот босс очень неприятный. Он когда замахивается, еще и неуязвим в этот момент, урон не проходит. Надеюсь, выстрелов хватит с ним разобраться. Гот, еще и ударил напоследок. Посижу на тебе маленько. Ну, а сейчас лодранер разгрузился с делами. Все, вовсе оружие и готов продолжать смотреть. Смотрю свои же записи стримов, там далеко не так эпично или страшно. Опять я пришел, а тут скалолаз. В этот раз геймбой, да, вам поэт, Фокс. Мне осталось, мне осталось с последней версией разобраться. Ну, конкретно вот эта версия осталась на геймбое. Третий скалолаз, я надеюсь, если пройду, то больше к ним возвращаться не надо. Хоть кто-то рад, что я жив и здоров. Че, Гаррет, настолько печально все. Неужели нет близких людей, которые за тебя не переживают? Вот мульти пишет, что тоже рад видеть. Как тряпка умер. Боссы здесь немножко по-смешному откидываются, конечно. Так, ну это еще не конец. Че, у меня еще ножик остался и пистолет. Ну и опять вот этот, опять эти прыжки пиксельные. Еще и бревном задел, еще и мужик какой-то треснул. Ну, спасибо вам, ребята. Что в этой игре вообще... Вообще все недружелюбно. Он просто в упор с дробаша по мне стрельнул. Мужик, че так нечестно дерешься? У меня голый кулак на экране изображен. Он просто берет с дробаша в упор по мне шмаляет. Молодец. Очень по-честному. Никакое место неприятное. Так, ладно, на пенек. На пенек запрыгнул, отлично. До этого в NES версии, кстати, не было у такого прыжка. Ну, я имею ввиду на древно, когда пришлось прыгать. Да что ты, ну все просто убивают. У меня уже шкалы здоровья нифига не осталось. Есть, да я всех задолбал, даже демана. Даже старший брат от тебя уже не восторгит. Но это печально, наверное. Так, че у меня еще оружие есть? Оружие еще есть, отлично. Динамитом по спине. Замечательно. Блин, до нового года уже немножко времени остается. Просто до этого я играл в них так себе. А тут теперь могу графон на максимум везде прям вообще. Помимо этого в Beat Saber играю. Да, зарядка лютая вместо тренажерки. 20 минут под лучьем. Вот, Зорг. Если я себе эти очки приобрету, то, наверное... То, наверное... Beat Saber будет одна из первых игр, которые возьму себе. Потому что за зиму жирок скапливается. Надо какую-то разгрузку делать. Я сейчас успел его пристрелить, хотя он тоже уже шмалял. Ой, прям на краешек не успел разбежаться. Блин, одно ХП осталось. Надеюсь, это был последний. Есть. Просто на краполе ХП дожил. Чудом повезло на самом деле. Только не умирай! Только не умирай, скалолаз, пожалуйста! Есть, мешок с деньгами взял. Кстати, один мешок с деньгами сразу 30 миллионов. Вот бы в жизни такой мешочек хотя бы один раз найти. А, он там застрял! Сейчас повезло, что проскочил. Харос что-то отвалился. Живем. Что-нибудь случилось? Блин, Сейнт, неужели Харос реально взялся все Тейлзы проходить? Это ж капец. А если еще и на 100%, там просто офигеть можно. Так, еще одно стрёмное место пройдено. Замечательно. А телепузики у тебя будут в проекте? Вить, я не знаю насчет новоделов. Я пока не знаю насчет новоделов. Вообще есть мысли, конечно, проходить. Но, поверь, мне пока без них хватает с чем разбираться. Еще не разгрузился полностью, но по возможности захожу. Разгружусь в конце месяца где-то. Ладно, лодранер, не буду тебя пытать больше. А то, мало ли, может какие-то личные проблемы или неприятности были. А я тут весь такой навеселе насел на тебя. Не, ну то, что на стримы вернулся, это в любом случае приятная новость. Ну, старший вообще-то я, невзирая на то, что Димана на 10 лет раньше... Блин, Гаррет, не путай меня. Не путай, кто там у вас старший, младший. Кстати, да, Ганслингер, Вампайр Фокс тоже почти наш земляк. Ну, Красноярск рядом с нами. У нас столько снега было, это просто жесть. Так, оружие пару раз выручил. Миша, привет. Здорово. Ну, дела почти нормально. Все хорошо, только завтра медкомиссию проходить. Так, а здесь что за прыжок такой? В самый последний момент разбежался. Ну ладно, живем. Две жизни пока. Да что вы в упор-то стреляете, задолбали уже. Можете по-честному драться. Вот этот песик. Просто с двух касаний отвалился. Музыку отсюда точно слышал в каком-то треке. Ну, может быть. Может быть. Вообще, музыка зловещая достаточно. Две раза попал, отлично. Так, в этой игре есть босс-вертолет, значит игра уже удалась. Ну, только что-то он не хочет откидываться. Во, отлично. Есть, взорвали вертолет. Я почти, кстати, 10 лямов собрал. Ой, точнее 100. Ой-ой-ой. Вот так сразу, серьезно? Не психуй только мужикник. Да не, работай куча, под конец года было. Ремонт добиваю в квартире. С этим событием даже поздравить можно будет. Сам когда-то занимался ремонтом и... Ну, мало приятного, конечно. Много нервов оставил, денег. Да развернись, скалолаз. Ну, что ты такой неповоротливый-то, господи. Да кошмар какой-то. Ну, он-то, конечно, быстрее будет передвигаться. Ну, он-то, конечно, быстрее будет. Есть, отлично. Гейб спрашивает, с тобой все в порядке? Джесси говорит, да, все хорошо. Есть. Замечательно. Сейчас, ребятки, вернусь в чат. Обычно сначала с сюжетом разберемся. Гейб и Джесси радостно поцеловались. Своими собственными жизнями. Я не знаю, как это перевести. Тут что-то поцелуй жизни, короче, произошло. Motion Picture, 93-й год. Все права зарезервированы. Леша Саутин, привет. Я бы даже уже сказал, всем новогоднего настроения. Так, ну что будет? Нет еще... Да, вот пошли титры. Толг Бир. Да, это скалолаз на геймбой. Версия на портативку. Официальная игра, кстати, никакой не пиратский порт. Официальная игра из библиотеки геймбоя. Все, с 8-битными скалолазами разобрались. Успел до 300-й игры с ними управиться. Да, спасибо, кто поздравил, ребят, спасибо. Одна смерть все-таки случилась, но... За счет того, что есть еще пара жизней, все-таки получилось прорваться. Сейчас досмотрим титры по канону и будем дальше переходить. Витя, так ты идешь или нет за детьми в садик? Или успеем с тобой игру разыграть? Разделили поцелуи все жизни? Ну, хотя бы... Хотя бы так. Даже отдельная благодарность написана некоторым людям. Ну, давайте, титры, заканчивайтесь уже. Где там последняя надпись в итоге? Кодец. Отлично. Отлично. Продолжение следует...